Каждый год в конце мая отмечается Европейский день парков. Его цель заключается в повышении значимости парков и заповедных территорий, а также в разработке мероприятий по их сохранению. В Ленинском районе тоже немало природных территорий, нуждающихся в сохранности и защите, на которые хочется обратить внимание в рамках праздника. Рассказывает Лариса Вольнова. Тимоховский парк – особый природный объект. На его территории произрастает 143 вида растений, обитают 47 видов птиц и 11 видов наземных позвоночных. Есть даже виды, занесенные в Красную книгу Московской области. Например, уши обыкновенные и бабочка-многоцветница черно-желтая. Парк всегда привлекал любителей природы, а после проведения благоустройства центральной части стал принимать еще больше посетителей. Смотровая площадка, летняя эстрада, детский городок, а также беседки, скамейки, заасфальтированные дорожки – идеальные условия для отдыха. Однако некоторые граждане, посещая парк, нарушают благополучную среду этой зеленой зоны, не задумываясь о том, каких усилий стоит ее создание и развитие. И вот уже прогуливаясь по парку, замечаешь испорченные лавочки, мусор, надписи. Два раза уже восстанавливали лестницу от микрорайона «Солнечный» в сторону Дворца спорта. Потому что некоторые жители могут себе позволить ездить на квадроциклах. Им абсолютно плевать, сколько стоит это, как это создается, как это созидается. Прокатали дорожки здесь, от Дворца спорта, выезжая в парк. Заезжают на территорию парка на машинах, разжигают костры, бросают мусор, не вывозят его. Особого внимания заслуживает часть парка, где расположены незаконно установленные гаражи. В дальнейшем здесь планируется создание входной группы. Так как не все владельцы металлических укрытий отреагировали на объявления с просьбой освободить территорию, в настоящее время администрация парка при поддержке городской администрации вплотную занимается вывозом гаражей и очисткой мусора, который здесь копился годами. Гаражи кто-то продал, кто-то как-то попытался вывезти, а мусор весь оставили опять администрации. Глядя на эту территорию, здесь больше ста кубометров мусора, который нужно будет утилизировать, вывозить. Это опять же дополнительная нагрузка, которая также ложится на финансовую составляющую того парка, на тот бюджет, который ему был определён Советом депутатов. Для поддержания рекреационной зоны в хорошем состоянии и сохранности её объектов предпринимается много усилий. Выставили пост охраны, имеется кнопка тревожная, приезжают правоохранительные органы, то бишь оперативные машины реагирования полиции тоже. Регулярно проводится уборка парка, вырубка тех деревьев, которые уже упали, я имею в виду распиловка этих деревьев, и вытаскиваем их с территории парка. Идёт покос травы. При создании парка не были учтены некоторые моменты. Из-за этого возникают сложности. Например, здесь нет возможности для подъезда спецтехники. Затруднителен вывоз мусора, поэтому он происходит вручную. Над этими вопросами администрация парка работает. Ещё многое предстоит сделать. Но уже сейчас важно сохранить и поддержать то, что уже есть. Берегите природу. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.